Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Сегодня я немного в другом ракурсе, то есть лицом к моим подписчикам. Что же сподвигло меня на этот шаг? Кто следит за моими работами в Инстаграм, уже видел, что я где-то с недели назад провела сначала опрос, потом выложила пост по совместнику. Я решила связать вместе с дружной компанией регланом от горловины сверху вниз. Связать можно было что угодно. Платье, кардиган, жакет, пальто, ну без разницы, из любой пряжи и на любой размер. Поскольку я планировала в этом совместнике дать основные расчеты, основные формулы. Остановиться на каких-либо вот таких местах, которые возникают проблемы при вязании этим способом. Да, я решила, думаю, ну присоединяться ко мне девочки, поскольку я в ближайшее время сама планирую вязать два изделия именно таким способом. Думаю, ну присоединяться ко мне девочки, ну может 10, ну может 15 человек. Но я не ожидала. Столько желающих, столько изъявили как-то своего желания, что будут участвовать в моем совместнике. И тут вот, скажу честно, я растерялась. Я не знала, даже вот до сих пор я не знаю, как ввести в дальнейшем этот совместник, я хотела его привести в WhatsApp, в закрытой группе. Но потом, как говорится, много людей. Я чувствую, что чисто физически я не смогу каждой там ответить на какие-то вопросы. А кого-то отсеивать я даже не могла понять, по какому принципу, как я могу человеку, который, например, ну решил в кое-веки связать там себе какую-либо вещь. Даже многие хотели с маленьких вещей присоединились, как правило, даже не мамочки молодые, может быть, из-за того, что все-таки у меня возраст, присоединилась очень ко мне бабушек, которые для своих внуков решили что-то связать. Ну, мы попробуем сначала на маленькой вещи. Понравится, получится, значит, будем и себе уже вязать. И я даже не могла понять, ну, по какому же принципу мне не то что... Ну да, отсеять вот эту группу, чтобы не было столько людей. И тут я подумала и решила, зачем я буду опять все это изобретать в велосипед, снимать в WhatsApp, когда я на YouTube постепенно буду выкладывать весь свой процесс работы. Поэтому, если у вас есть желание, если вы давно думаете вязать или не вязать, пробовать, не пробовать, присоединяйтесь и давайте попробуем связать вместе. Немного об этом способы. Многие, может, кто-то слышал, кто-то не слышал, хотя, как правило, в последнее время очень большинство мастериц старается, даже не то что мастериц, начинающих рукодельниц, нравится этот способ. Да, он очень удобный. Мы начинаем от горловины, вяжем, в любой момент можем померить, посмотреть, там, если где-то там добавить петельки, или, наоборот, убавить. Все, и если даже в какой-то момент что-то не получается, можно и распустить, там, от горловины небольшую часть, не весь, как это, никогда все изделие уже готово, и жалко своих трудов. Что представляет из себя метод? Этот метод идет, основан на расчете по обхвату шеи. Мы измеряем обхват шеи, мы делаем какое-то свободное, припуск на свободное облигание, также мы высчитываем, если будем делать какую-то резинку, ширину, это все будет в процессе нашей работы. Я посмотрела по своим вещам, у меня практически 90% связан этим способом, и хочу приблизительно показать, что же вы можете связать, используя вот такой способ. Как я говорила, то есть мы вяжем от горловины сверху вниз, сразу это подразумевает, мы можем вырез, вырез может быть как, сейчас покажу на платье, вот у меня платье, идет это с круглым вырезом, можно связать, сейчас, минуточку, можно связать с у-образным вырезом, вот у меня у-образный вырез, планка может быть как сразу же цельновязанная, вот здесь у меня цельновязанная планка, также планка может быть, вот как на этом кардигане у меня пришивная. Вот по этому кардигану я уже и рассказывала, и показывала, это я вязала платье, связала платье, в какой-то момент поняла, что в этом платье мне будет очень жарко, я его разрезала и привязала планку. Но тем не менее, способ этот такой же, вот горловины сверху вниз. можно, как вот, например, у меня, вот на этом пальто, вот тоже у меня пальто связано, вот пальто, затем просто привязано, вот воротничок такой у меня, вот так. Здесь, например, это пальто я связала до талии, это у меня из кауни, я побоялась, что вот эта широкая полоса будет меня полнить, и уже подол, вот юбки, я уже вязала вдоль, ой, поперек, поперек, и уже просто пришивала по талии. Тоже такой вариант, очень хорошо смотрится. Вот тоже кофточка она у меня с круглой горловиной. Вырез можно сделать любой. Как я показывала на пальто, у меня он идет вырез под горлышко, а вот здесь вырез более глубокий. Он такой. Поэтому этим способом можно связать что угодно. Можно связать и кардиган, и пальто, и платье, и свитер, любой длины, любой ширины, любой глубины выреза. То есть вот что вам понравится, и тогда вы можете использовать этот способ и связать ту вещь, которую вы хотели. Как видите, вариантов огромное количество. Можно связать, как я повторюсь, по любому желанию, на любой размер, любым узором, из любой пряжи. Поэтому присоединяйтесь. Я буду очень рада вашему, что вы будете со мной. Почему именно, хочу сказать, вот я решила перейти на YouTube. Поскольку на YouTube, я думаю, у меня будут мастер-классы друг за другом, как это двигаться. Я планирую, сначала мы как будем вязать образцы, это вы будете вязать образцы, то есть я буду вязать свои образцы, вы будете вязать там по своему желанию свои образцы. Будем делать расчеты. Затем будем пробовать несколько способов наборного края. Поскольку можно, у меня уже процесс идет вот по такому кардигану. Я уже показывала вот этот кардиган, который я связала себе. Теперь я вяжу кардиган маме. Он идет у меня уже под горлышко. Я уже вывезла здесь и горловину, и рассчитала с какой у меня периодичностью я делаю прибавление. Уже вывязала укороченные ряды по спинке для удобной посадки. Вот они у меня эти я резиночками специально отметила, чтобы не запутаться и где мне легче было ориентироваться. И вот по поводу наборного края. Да, вот здесь у меня например наборный край это фабричный край. О себе я планирую также одновременно вязать еще один жакет. Пока еще я с узором не определилась, определилась только с пряжей. Вот я решила соединить вот такие три бобинки. Три бобинки это у меня твит, меринос и махер. Вот они такими три бобиночки соединятся. образцы образцы я уже попробовала у меня образцы тут я с косами пробовала пробовала вот миксовать пряжу но я еще не определилась но к понедельнику я обязательно определюсь поскольку я планирую начать вот свою работу в понедельник буду уже постепенно снимать мастер-классы и буду выкладывать поэтому буду очень рада если вы присоединитесь если у вас как-то вы будете в моей дружной компании и я буду уже например делать расчеты я сниму мастер-класс и вы уже сможете в процессе расчетов если у вас какие-то проблемы будут возникать или какие-то вопросы вы мне будете задавать в комментариях вопросы и я буду отвечать мне так легче с расчетами разобрались значит например переходим на начало вязания вяжем вдруг там какая-то проблема или вопрос возникает вы мне опять задаете я уже под следующим мастер-классом я уже вам отвечаю так я тогда сумею ответить на все интересующие вопросы поэтому девочки есть желание присоединяйтесь и давайте мы к осени свяжем в себе теплые и красивые кардиганы кто кардиганы кто свитера кто джемперы кто свитера но без разницы буду всем вам рада до свидания так что готовим спицы готовим пряжу и будем приступать к нашей работе до свидания мои дорогие до новых встреч до новых встреч